Друзья, снова всем привет! Сегодня поступил вопрос по его подписчику. Значит, телефон не видит SD-карту. Давайте теперь разбираться, в чём же причина. Смотрите, взял для примера свой старенький смартфон. Значит, в первую очередь, почему телефон не может видеть карту? У меня такое часто происходило. Значит, как-то телефон грубо положил, либо телефон упал, либо карта памяти сама по себе отошла, захотелось ей так и всё. Значит, что делаем? В первую очередь, выключаем телефон, нажимаем «Отключить питание». Только таким образом делаем. Всё, отключается питание. Теперь открываем крышку там, где у вас хранится ваша карта памяти. И, соответственно, вот она, карта памяти. Её просто извлекаем из слота. Вот таким образом. Так, я уже забыл, как это делается, если честно. Вынимаем карту памяти. Вот. И обратно её вставляем. Обратно её вставляем. Значит, если после этого карта памяти не определяется, опять же, что мы делаем? Мы возьмём ещё одну карту памяти, если у вас есть. Сейчас 21 век. Сейчас, не знаю, у каждого, наверное, по два, а то и по три устройства разных андроидов. Вот. Поэтому. Значит, берём с другого устройства карту памяти и вставляем её в телефон. Если же, если же карта памяти и вторая не определяется, значит, дело в смартфоне уже. Если вторая карта определилась, значит, дело в карте памяти вашей, вот той, прошлой. Теперь следуем, значит, дальше инструкции. Вот для себя вот такой черновичок составил. Значит, что дальше мы делаем, ребята? Дальше можно карту памяти проверить на компьютере. Значит, берём вот такой вот card reader, называется это, для чтения card памяти. Если у вас такой есть, то это просто замечательно. Значит, вставляем карту памяти в соответствующее гнездо в card reader. Вот оно оно. Значит, вставляем карту памяти в соответствующее гнездо. Если у вас такого гнезда есть, то по-любому где-то у вас остался вот такой вот переходник. Вставляем карту памяти в переходник. Вот сюда. Вставляем в большое гнездо в card reader. И вставляем вот этот card reader в комп к себе. Значит, вставляем в комп. И проверяем, если компьютер не видит вашу карту памяти, и телефон не видит, значит, дело в самой карте памяти. Значит, ей пришёл гоплык. Всё. Нужно вам её менять. Бывает и такое, карты памяти выходят из строя. Теперь, это мы проверили вариант, если проблема в карте памяти. Теперь переходим к варианту, если проблема с вашим смартфоном. То есть, смартфон не видит не ту карту и не ту карту. То есть, вы пробовали новую карту вставить в смартфон, и смартфон её тоже отказывается видеть. Теперь, значит, получается, переходим к этапу, к проблеме смартфона. Возможно, проблема в самом смартфоне. Перешел я в свой смартфон И теперь покажу вам что нужно делать Заходите в своем смартфоне В раздел настройки Далее в раздел О телефоне У меня телефон Xiaomi Redmi 7 У меня вот такие настройки У вас может быть чуть по другому будет Заходим в раздел о телефоне Дальше вот здесь вот есть Функция резервирования и сброс У вас может по другому называться Допустим сброс на заводские настройки Нажимаем Далее Далее Значит есть вариант Стереть Все данные сброс настроек Нажимаем И значит При этом варианте Сбрасываются все настройки смартфона Но опять же карту памяти Которая у вас не показывается На смартфоне Заберите оттуда А также подсоедините свой телефон К компьютеру И достаньте с телефона Всю нужную информацию Допустим фотки Видеоролики Документы какие-то Это все перенесите в компьютер И сбросьте свой телефон На заводские настройки Для того чтобы эти данные Не затерлись Для чего нужно сбросить На заводские настройки Для того чтобы Телефон свой откатить Именно к тем настройкам Которые были Именно с завода Возможно вы какое-то приложение Установили Телефон ваш заглючил Да бывает и такое Вот Возможно Какой-то сбой системный Произошел Ну разные варианты Попробуйте сбросить К заводским настройкам При этом Все приложения Все ваши настройки Удалятся И потом После этого Опять вставьте Карту памяти Если вы понимаете Что две карты памяти Он не видит Вот И проверки Возможно Телефон начнет Распознавать Карту памяти Значит Еще как вариант Еще как вариант Возможно Возможно Не в прошивке Точнее не в сбросе Не в глюке Телефона Дело А возможно Дело допустим Значит Не в аппаратной части А в самом слоте Куда сим-карта вставляется Возможно Дело в нем Возможно Там что-то произошло С контактом И телефон Не хочет распознавать Значит Карту памяти Что нужно сделать Ну во-первых Самостоятельно Вы ремонт Не сможете сделать Вам нужно Отнести телефон В ремонтную мастерскую Вот И Значит Перед тем Как нести В ремонтную мастерскую Посмотрите Отзывы О них В вашем городе На независимых форумах Потому что Существует Очень много Мастерских Есть ребята Которые делают Все Сознанием Своего дела То есть Они понимают Что они делают А есть Такие ребята Которые Берутся За телефоны Знаете Лишь бы Заработать Деньги То есть У них нет Еще Определенного Опыта Но они Берутся За все И в итоге У меня Такие были Случаи Я относил Свой телефон Когда-то В ремонт Мне сделали Еще хуже Чем он был Поэтому Имейте ввиду Промониторьте Отзывы А вообще Желательно Отнести Ваш телефон Именно В родной Сервисный Центр Допустим У меня Телефон Xiaomi Именно Несите Его В Xiaomi Посмотрите Зайдите На официальный Сайт Посмотрите На карте Где Расположены В вашем Городе Сервисные Центры Если Он Имеется В вашем Городе И Есть Такая Возможность Отнести То Конечно Обратитесь Именно К ним Если Сервисный Центр Расположен В другом Городе Где-то Недалеко Есть Вариант У вас Реально Туда Съездить Поедьте Лучше Передварительно Позвоните Договоритесь Узнайте График Работы Поедьте Лучше В другой Город Отвезите Ну Третий Вариант Это Посмотреть Отзывы Обратиться В тот В ту Мастерскую Где Ребята Нормально Делают Смартфоны И Компьютерную Технику Допустим Вот Еще Как вариант Еще Как вариант Сейчас В ходе Разговора С вами Вариант Еще Мне пришел В голову Прошить Возможно Делать Прошивкой То есть Скачать Официальную Прошивку Если Вы Это Умеете Делать То В принципе Это Не займет Много Времени Не Отнимет Много Времени Да Попробуйте Залить Новую Прошивку Возможно Делав Прошивки Если Вы Ни разу Смартфон Не Прошивали То Берем Смартфон Идем Мастерскую Ребята Уже Знают Что Им Делать Либо Проблема С этим Посадочным Местом Куда Устанавливается Карта Памяти С контактами Проблемы Какие-то Либо Проблема В прошивке Все Других Вариантов Нет Ребята Если Если У вас Какие-то Есть Другие Решения Этой Проблемы То Обязательно Напишите В комментариях Под видеороликом Еще Как вариант Вот Сейчас Вспомнил Это Можно Попробовать Карту Памяти Эту Отформатировать Если Вам Предложат Это Сделать Ваш Смартфон То Попробовать Отформатировать Карту Памяти Через Смартфон Но Это В том Случа Если Нет Какой-то Важной Информации Если Вы Вставите Карту Памяти В Компьютер И Ваш Компьютер Попросит Вас Отформатировать Если Нет Там Никакой Информации Попробовать Еще Отформатировать Вот Возможно Она Запустится Но Если Там Есть Важная Информация И Вы Не Можете Ее Достать Оттуда Вода То Сразу Во Время Установки Карты Памяти В Устройство Либо Смартфон Либо В Компьютер Они Просят Вас Отформатировать Это Соответственно Это Делать Не Нужно Потому Что Вы Все Затрете Я В Описании Под Видеороликом Оставлю Ссылку На Видео При Помощи Определенная Программа Вы Сможете Восстановить Данные Эта Программа Меня Не раз Уже Выручала Я Восстанавливал Таким Способом Данные С Карты Памяти Которая Не Открывалась А Также Восстанавливал Жесткого Диска Который Выходил Из строя Поэтому Эта Программа Проверена От До Ссылочку Оставляю Под Видеороликом Поэтому Обязательно Посмотрите Ребята Все Других Вариантов Решения Проблемы Я Не Вижу Чем Смог Тем Помог Поэтому Делаем Подписочку На Канал Не Стесняемся Пишем Свои Комментарии Под Видеороликом Задаем Любые Вопросы Не Стесняйтесь Любые Вопросы Пишите Какие У вас Проблемы Есть Так И Задавайте Все Вопросы Задаем Подробно Все Описываем Ситуацию Чтоб Я Понимал Как Вам Ответить А Желательно Конечно Мне Снять Видеоролик Хотя Блиной Одну Минуту И Отправить Мне В группу Вконтакте Ссылка В описании Под Видео И В сообщении Более Детально Все Расписать Что К Чему И Как У вас Происходит Чтоб Я Прочитал Сообщение И Понял И Визуально Я Посмотрел Что У вас Там Происходит На Той Стороне Потому Что Мы С Продолжение следует